Привет! Этот ролик является обзором на ролик «Налоги – это грабеж» с канала NAP, который вы можете посмотреть вот здесь. Почему я вам рекомендую посмотреть его на канале NAP? Потому что я совершенно не умею делать разборы в стиле смайлфрейса, меня начинает заносить, и я начинаю делать 20-минутный комментарий. В итоге ролик колоссально растягивается. И я все-таки сделаю это в своем стиле, поэтому для того, чтобы в большей степени понимать то, с чем я спорю, вы можете посмотреть ролик «Налоги – это грабеж» на канале NAP. Сейчас я расскажу, почему их позиция противоречива, имеет противоречие, и почему налоги – это не грабеж, а вполне себе часть социального контракта, который мы установили с государством. Ребята заявляют, что у человека есть неоспоримое абсолютное право на жизнь, неоспоримое абсолютное право на частную собственность, никто у нас не может их отобрать, и когда мы имеем частную собственность – деньги, а государство насильно у нас забирает деньги. А, это чувак, на которого я в Инстаграме подписался, потому что у него там полуголые фотки, все, вспомнил. Деньги в виде налогов – это является грабежом. Мы, значит, не просили государство нам оказывать услуги, оно нам эти услуги оказывает, мы этими услугами не пользуемся, а оно все равно забирает деньги за эти услуги, значит, это грабеж. Разберемся, почему это не так. Когда мы говорим о том, что у человека есть абсолютное право на жизнь и абсолютное право на собственность, это неправда, потому что ничего не бывает абсолютно. Давайте разберемся вообще в целом, что такое право. Когда я говорю, я имею право на жизнь. Для того, чтобы мне иметь право на жизнь, мне как минимум нужно уметь жить. Мне нужно уметь поддерживать жизнь на протяжении долгого времени. Если я заявляю права на телефон, что значит вообще семантически заявить права на телефон? Это значит, что я владею этим телефоном, он мой. Я имею право распоряжаться им, как хочу. То есть, само слово «право» подразумевает... Что значит, иметь право на телефон, значит я имею право распоряжаться, как хочу. Это не очень много объяснительной ценности имеет, так скажем. Что вы можете что-то сделать, либо можете чем-то распоряжаться. Давайте попробуем заявить право на пребывание в вакууме. Я имею право жить в вакууме, я имею право жить без скафандра на Луне. Имеешь. Зачем тебе это право, если ты уже мертв? То есть, когда мы выходим в вакуум, в открытый космос, на Луну, мы умираем таким образом, будучи на том свете. Нам уже не важно, есть у нас право или нет. И, как мне кажется, это сводит всю модель к абсурду. Если у нас есть определенные права, которые мы не можем себе обеспечить, то иметь такие права абсурдны. Если у нас есть право на жизнь в вакууме, но мы не можем жить в вакууме без соответствующих условий, то это просто абсурд. Нам это право не нужно. Если у нас есть право на жизнь, но мы мертвы, нам это право незачем. Это абсурд. Таким образом, право на жизнь не является абсолютным, потому что... Не, ну если в скафандре, например, находиться в Акуне. Потому что он рушить. Если ты идёшь по пешеходному переходу, а на тебя мчится КАМАЗ, это мой любимый пример, я его приводил уже в этом ролике. Странно отбирать у людей права, исходя из того, что на данном этапе в истории мы не можем жить в Акуне. А если сможем потом, чё-чё-чё, а права отобрали. Если на тебя мчится КАМАЗ, ты можешь быть бесконечно прав, у тебя может быть бесконечное право на жизнь. Но после того, как тебя собьёт КАМАЗ, какая тебе, собственно, будет разница? Таким образом, мы приходим к тому, что право нужно чем-то обеспечивать. Кто-то или что-то должен обеспечивать тебе то право, которое ты заявляешь. Если ты заявляешь право на жизнь в вакууме, ты должен сам себя обеспечить условиями, при которых ты будешь существовать в вакууме. Если ты заявляешь право на жизнь, ты должен обеспечить себе право на жизнь, ты должен обеспечить себя жизнью, ты должен обеспечить себя какими-то условиями, которые обезопасят тебя от смерти. В текущем положении вещей это обеспечивается государством, то есть государство обеспечивает тебе условия, при которых ты можешь жить. Государство обеспечивает тебе условия, при которых у тебя есть частная собственность, то есть государство обеспечивает нам эти права. Если государства не будет, и мы будем при анархокапитализме, то ты должен будешь сам заботиться о том, что тебе кто-то что-то обеспечивает. Ты должен позаботиться о праве на жизнь, ты должен нанять себе охрану, ты должен позаботиться об обеспечении права на частную собственность. То есть у тебя должна быть с собой такая здоровая палка, которой при желании ты сможешь ударить кого-нибудь. Ну да, это, в общем, строго зависит от определения. Как мне кажется, если человек должен сам себе все это обеспечивать, то он как раз таки говорит, что права-то у него нет. Если бы у него было право, это бы как раз обеспечивало государство. ...того, чтобы доказать, что ты имеешь право на жизнь и имеешь право на телефон. Что, собственно, в этой модели не так. С этой моделью все окей. Анархокапитализм в какой-то степени работает и окей. Мы можем спорить с тем, что он не так... ...гуманен, как государство, потому что государство, апроприируя налоги и распределяя их в пользу бедных, оно является более гуманным. Потому что если ты будешь инвалидом или парализованным каким-то, то при анархокапитализме ты не сможешь составить такой договор, который тебя устроит. Скорее всего, в этом договоре тебя возьмут в рабство или сдадут на мясо. И эти ребята сами апеллируют к тому, что рабство было законом, потому что рабство это неэтично. Ну, если у рабства соответствующие условия проживания, если эти условия проживания хороши, и если оба человека дали согласие на то, что это будет происходить, то, в принципе, я в рабстве ничего плохого не вижу. Но, тем не менее, если ты будешь инвалид, то в лучшем случае ты согласишься на то, что тебя на мясо пустят. Просто прекрасный договор. Я считаю, что этот договор тоже сводит к абсурду вот эту ситуацию. То есть мы уже рассматриваем, почему анархокапитализм менее этичен, чем государственное управление. Не, ну это зависит от этических предпосылок, значит. Просто если вы не можете выжить при анархокапитализме, то у вас пустят на мясо или в рабство продадут, либо вот что-то такое, чего бы вы не хотели, и что, скорее всего, неэтично. Ребята приводят очень много контраргументов и каких-то смешных к рассмотрению вещей, потому что мы с ними говорим немного о разном анархокапитализме, когда они говорят о том, что государство нас грабит, а не должно, и то, что у государства нет никакой на самом деле территории, что государство нас обеспечивает какими-то вещами, но мы ими не пользуемся, или государство пытается нам навязать услуги, которыми мы не пользуемся. На самом деле это неправда. Государство всегда обеспечивает вас безопасностью. Государство берет с вас деньги за то, что вы не встречаете на улице заключенных, которые сидят за страшные преступления. Вы можете сказать, что вы на это не давали согласия. И вы каждый раз к этому апеллируете, что согласие – это определяющая вещь. Согласие определяет то, грабеж это или не грабеж. Хорошо. И что самое хорошее, они же сами стреляют себе в ногу. Они приводят пример спутником, которого вы встречаете на земле, которая не находится в юрисдикции кого-либо. Хорошо. Мне этот пример тоже нравится. Вы встречаете путника за пределами юрисдикции какой-либо страны. Вы что-то забираете у этого путника. Является ли это грабежом? С правовой точки зрения нет. С точки зрения этики – да. И ребята сами к этому прибегают. Я с ними в этом согласен. Но мы тогда должны разделять дискуссии на правовую дискуссию и этическую дискуссию. Рассуждаем в правовом поле. Вы что-то забираете у человека, но поскольку это не находится в юрисдикции какого-либо государства, все окей. С точки зрения этики – вы грабитель. Посмотрим другую ситуацию. Вы встречаете на территории, которая не находится в юрисдикции какого-либо государства, младенца. Вы ставите этому младенцу прививку от ОСПы. Вы содержите этого младенца. Одного большого младенца или множества маленьких? Его совершеннолетия. После совершеннолетия вы оберегаете сон этого путника, чтобы, не дай бог, кто-то не позарился на его имущество. Вы сторожете его сон, вы сторожете его безопасность, вы… Вы оберегаете его сон, чтобы они разбудили или его имущество, чтобы они спиздили. Когда путник болен, обеспечиваете его всем необходимо, обеспечиваете его медикаментами и прочим-прочим-прочим. С точки зрения права, должен ли этот путник вам что-то? Не думаю. с точки зрения эти должен ли вам что-то путник определенно путник должен быть как минимум вам благодарен и то что вы совершили эти деяния без согласия путника не освобождает путника от того что он вам что-то должен потому что вы в глубине души чувствуете что вы ему оказывали вещи которые ему были нужны и делали это не просто так потому что если бы вы ему не оказывали эти услуги он бы умер и вы печете себя в жизни вы печете о том чтобы этот человек выжил но когда он выживает вырастает он говорит что вообще-то вы это делали без моего согласия и я вам когда ничего не должен но в таком случае как мне кажется соответственно этики вы можете забрать все ему предоставлено если зависит от того был он взрослый или ребенок собой если он был взрослый и вы ему помогли то не спросив о том нужно или нет не означает сколько и чего именно будет должен начнем мяч и не долго собственно все обратно если вы ему оказали услуги на которые он не соглашался и теперь отказывается вам никого не интересует что ты там чувствовал ну да но гоблин он исходит немного из других предпосылок я-то исхожу из того что чувства вообще не существует потому что ну типа субъективного ничего возмещать отказывается вам вас благодарить за эти услуги вы можете забрать услуги обратно вы можете полетку вы можете забрать его безопасность вы можете оказать него какая как у забрать прививку как забрать на хуй прививку прививка от столбняка например по моему она обновляя ее надо обновлять каждые два года заново делать. Вот в течение этих двух лет как забрать у человека прививку, а в гранат сосать, блядь. Все, все то здоровье, которое ему дали. Как это вообще получится забрать, если вот он жив? В принципе, вы просто можете его убить. Но путник скажет, позвольте, вообще-то я обладаю безусловным правом на жизнь. На самом деле обязательства, вот эти всякие долги и так далее, они могут быть там первого порядка, второго порядка. Например, человек пришел в больничку, значит у него там какая-то хуйня с рукой, ему хирург пришил отрубленный палец. Проблема в том, что этот человек пришел с немного другой проблемой. То есть палец-то был отрубленный, но ему вообще надо было на ранее просто там заражение убрать, срезать вот эту кошу зараженную, блядь там и так далее, вся всякая такая хуйня, короче, все зажить, перебинтовать и так далее. Ну а ему пришили палец на место и выставили, значит, человек за пришитый палец, палец в печаль его вернули. Ну пришить палец, чтобы он функционировал, значительно дороже, чем просто, значит, зашить, блядь, ранение как бы и пусть им. И человек должен в госпитале в итоге денег за пришитый палец. Проблема в том, что это долг первого порядка. Проблема в том, что этот долг, он вызывает долг госпиталя перед этим человеком. То есть этот человек, он подает в суд на госпиталь за то, что в результате действий госпиталя он стал госпиталю должен. Это я сейчас реальный случай рассказываю. Вот. То есть и он выигрывает процесс, понимаете, в чем дело. То есть долг перед госпиталем, он вызвал долг госпиталя перед этим человеком, который перекрыл долг госпиталя. Причем это именно долг второго порядка, потому что это долг о долге, должностовании о должностовании получилось. То есть вполне себе, да, если вот пришел путник, ты упал в оморок на пороге, ты у него ничего не спросил, надо ему помогать или нет. Ты ему помог. Потом ты говоришь, что он тебе должен. Ну может быть он тебе должен, да. Но ты ему должен в результате того, что он тебе должен. Потому что ты его ни о чем не спрашивал. Потому что ты тоже обосрался в этом плане. Потому что долг это не единичная какая-то хуйня. Есть еще долг по поводу долга и так далее. Потому что долг это что ли? Это некий договор устный, письменный, неважно. Вот. Это некое обязательство, некая совокупность практик. Знаешь, ну вещь такая же, как и все остальные. Она тоже может у кого-то быть, у кого-то ее может не быть. То есть, иными словами, в какой-то мере это имущество. Поэтому, да, ты можешь этот долг, ты можешь его тоже задолжать по-своему. Да, поэтому бывает долг второго порядка вполне себе. Это нормально. Опять работу. Вы не можете просто так у меня это забрать. Ну, вы чувствуете, что с точки зрения этики это звучит как-то странно. Вы помогали путнику, указывали ему услуги. Все делали для путника, чтобы он выжил. И с точки зрения права он вам ничего не должен. Но с точки зрения этики он вам должен. Очень даже. Таким образом, очень странно слышать от детей, которые в своей жизни-то налогов ни разу не платили, о том, что я обладаю безусловно правом на частную собственность, и вы у меня ее не забираете. А то, что вы мне услуги оказывали без моего согласия. Ну так сами виноваты, надо было спросить у меня согласия. А то, что это вы так получаете? У меня годовалого в это согласие не спросили, но то будете ли вы меня защищать или нет, будете ли вы мне прививку ставить или нет. Почему так получается? Вот почему вот такой странный, непонятный анархо-капитализм витает в головах этих слащавых мальчиков? Все очень просто. Дело в том, что эти мальчики — проект Светова. И это было понятно еще до того, как на их канале вышел ролик, в котором мелькает Светов. То есть помимо этого ролика, еще в самом начале по этим ребятам было понятно, что они световцы. Потому что ребята говорят, присылайте нам биткоины, точно так же, как говорит Светов. Ну и камон, на таком маленьком канале, у которого только сейчас 4000 подписчиков, ребята свое первое видео начинают с таким прекрасным фоном. У них есть петлички, у них есть хорошая камера. И это все не просто так. И скорее всего, это был чей-то проект. Это было достаточно очевидно. На мой взгляд, это такой секретный план Светова, знаете. Для того, чтобы создать кучу-кучу разных микроканалов. И будет казаться, что вообще все против действующей власти. Но на самом деле, все эти люди — это проекты одного и того же, ну точнее двух людей. Проекты Навального и проект Светова. Ну и теперь, когда мы знаем, почему у двух слащавых мальчиков в голове такое странное представление об анархокапитализме, мы должны разрушить их представление об анархокапитализме. Потому что, на самом деле, анархокапитализм не подразумевает принципы неагрессии, которые им вдолбил в голову Светов. Принципы неагрессии, в принципе, не работают. Когда вы анархокапиталисты, вы должны сами нанять себе охрану, которая обеспечит вам вашу безопасность. То есть, опять же, право должно быть тем-то или чем-то обеспечено. Но ребята топят за принципы неагрессии, да. Это очень смешно топить за принципы неагрессии в мире, в котором ничего без агрессии не решается. Ну, они агрессию по-другому понимают. Это дебат в интервью с Кагарлицкиным. Это, в общем-то, очень явно показано, что с точки зрения самозащиты это не агрессия. Агрессия — нападение. Когда планета построена на том, что ото всех сторон всех идет бесконечная агрессия сплошная, от которой нам нужно защищаться. Принцип неагрессии, на мой взгляд, исповедует только те, кого можно назвать, вот я такое специальное слово, знаете, придумал, анкапа куколдизм. Вот, анкапа куколдизм или даже анкапа пусси бойс. Анкапа пусси бойс будет, наверное, хорошо. Вот, то есть, в анкапах есть... Ну, или анкапа бой, пусси, блин. Такой специальный подраздел называется пусси бойс. Это вот мальчики с пиздой. Это вот, когда ты чисто пусси, ну, пусси по жизни, да, и у тебя нет мускул, у тебя нет силы для того, чтобы заявить право на жизнь, право на частную собственность. Ты не можешь их отстоять, у тебя нет сил отстаивать свои права. И вот у тебя два выбора, либо ты идешь к государству, да, для того, чтобы оно обеспечивало эти права, либо при анкапе ты продаешь себя в рабство. И тебе, как бы, и этим не хочется платить, и этим не хочется в рабство продаваться. И ты такой думаешь, а придумывай-ка принцип неагрессии, потому что, ну, у меня пусси между ног, ну, чисто пусси, и я не могу себя правами обеспечить. Вот, ну, а знаете, что бывает, когда пусси... Аргументы борота, короче, блядь. Пусси заикаются о принципе неагрессии. Когда пусси заикаются о принципе неагрессии, приходят большие дяди с большими коками. Коками, блядь, да и шкиперами канонирами, блядь. Да, была песня «Голые коки», грубо, короче. Все бои. Вы вот так вам полбу вот так вот стучат. Ремейк Бэйди Хилл и убьют всех. Или апроприруют, я, блядь, даже не знаю, я тупой просто. В общем, забирают все ваше имущество себе, и вы больше не вякаете про принцип неагрессии, про то, что у вас неотъемлемое право, потому что вы уже мертвы, вас убили к хуям и все забрали. А с точки зрения этики, ну, а с точки зрения этики все всех устраивает, потому что у всех в какой-то степени этика одна, да, но с точки зрения этики наши враги недостойны жизни. И любой из этих мужчин с большими здоровенными коками смотрит на вас как на врага, а с точки зрения этики враги недостойны жизни. Не-не-не, ну, это неправильно, не как на врага. То есть тут важно понимать, что, конечно... Так, не, ну, овцы это пошло слишком. Конечно, ну, вот заяц, он орла может, конечно, ненавидеть, бояться и ненавидеть. И орел, он для зайца враг. Но заяц для орла, он нихуя не враг, понимаете, что он делает. Если спросить зайца, как он к орлу относится, он скажет, что орлы ему очень сильно не нравятся. Если спросить орла, как он относится к зайцам, он честно ответит, что он зайцев очень сильно любит, на самом деле. Зайцы это заебись. То есть, как бы, это абсолютно нормально. Если спросить у христианина, как он относится к язычникам. Христианин язычников ненавидит. Язычество и языческих богов. Если спросить у язычника, в принципе, да, аутентичного, как он относится к христианам, в принципе. К христиане это прекрасно. На самом деле, никаких проблем. Да, заявись, Иисус отличный бог. Их никто не осудит, потому что у вас с ними был конфликт. Когда две страны конфликтуют, то никто не осуждает страны за преступления друг против друга. Когда два человека друг друга ненавидят, никто из них не осуждает за какие-то преступления. Никто их не осуждает за преступления друг против друг. Потому что у вас конфликт, и вы не смогли его решить. Вы его начинаете решать силы. Вот. И, к сожалению, Пусси Боев, дядя с большими коками, которые вот так по лбу вам стучат, они вот с точки зрения остальных, они заявили право на жизнь, они заявили право на собственность, и они вот стояли. Вы что-то там вякнули про жизнь, но вас уже убили, все добро забрали. Это, скажем так, закон джунглей. Мы с вами живем в джунглях, и работают здесь только законы джунглей. И если вы сомневаетесь, что закон джунглей не работает, то вам быстро объяснят. Знаете, как вам объяснят? Возьмут большой кок и... Что-то вот я передачу джунглей зовут, я по-другому запомнил. Вот так вот вам сделают. Я думаю, можно закончить с объяснением того, почему анкапа «Свитарянство» не работает, да, или, скажем так, «Свитарянство» «Пусси Бойство» не работает, потому что, ну, когда вы мальчик с Пусси, вам быстро объяснят, что вы не правы. Более подробно, почему «Свитарянство» не работает, и почему община «Амишей» не работает, про которую вы «Пусси Бой» сейчас в комментариях кукарекаете, оставьте, можете просто посмотреть ролик «Дока Домобова» по ссылочке. Ну и по традиции подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, там много интересного, которые не выходят на Ютуб-канале, поэтому обязательно подписывайтесь. Лучше на Инстаграм. Туда полетят сигны, моим достопочтенным олдом, ну, которые и так уже подписаны, но если вы хотите получить сигну, конечно, не так скоро, но получить, можно обязательно подписываться, хотя зачем вам сигны, не знаю. В общем, да, подписывайтесь на группу ВКонтакте, заходите ко мне на стрим и подписывайтесь на Телеграм-канал, потому что в Телеграм-канале еще больше эксклюзивов. Все хуйня, лучше на Инстаграм. ...интересного. Вот, с вами был Александр Михайлов, и помните, я не придумал прощание, короче, я не придумал. Не придумал, что в конце сказать, но пафосно звучит, когда ты говоришь, типа, и помните, ну сразу пафос чувствуется. Вот это поворот, блядь, что произошло только что. Ну что вы начинаете, не осуждайте меня. По фразе присылайте нам криптовалюту, я вам точно могу сказать, и по Sony Blades, который я там увидел. Скорее всего, это проект Светова. У оппозиционных сил такие планы, типа, создать огромное количество микрокучек, которые будут пованивать оппозиционными настроениями, чтобы сложилось впечатление, что все против единой России. На самом деле, это клоны одних и тех же двух человек. Привет. Так. Что у нас по донатам? Хм.